Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня у нас расклад на замечательную тему. Какие вести несет тебе ветер? Давненько мы его не делали. Гадать я буду на четырех колодах. Это Золотые мечты Ленорман. Это у нас Языческое Таро. Это у нас Руны, Карты Руны. И Магическая помощь Единорогов. Вот такие четыре колоды. Но перед этим я объявляю наш еженедельный пятничный конкурс. Итак, на этой неделе мы разыгрываем колоду Мадам Ленорман Золотые мечты. Замечательная колода, я считаю. И давно сам Бог велел нам ее разыграть. Тем более, что уже такой приз у нас на канале был. Но давно, очень давно. Уже прошло больше года. Итак, что нужно сделать, чтобы попробовать выиграть эту замечательную колоду. Первое. Нужно быть подписанным на наш канал Школа Таро Альвиен. И поставить колокольчик, чтобы все наши видео выходили сразу же у вас. Пункт второй. Нужно подписаться на еще два наших канала. Ссылки на каналы в закрепленном комментарии. Комментарии нужно обязательно развернуть. Иначе вы вторую ссылку не увидите. Это каналы Элайф и канал Бумажка. Это первый канал Элайф. Это канал о нашей жизни. А Бумажка это канал с игрой угадай. Для развития экстрасенсорных способностей и интуиции. То есть, где у нас тренируются экстрасенсы. Или люди, которые хотят развивать свои способности. Они отгадывают задания. И получают потом, ну даже иногда денежные призы. Вот. Итак, третий пункт. Это нужно поставить лайк этому видео. И написать комментарий с кодовым словом Ленорман. На этой неделе с кодовым словом Ленорман. Естественно, раз мы разыграем колоду Ленорман. Вот. Также в понедельник нужно посмотреть видео с результатами конкурса. Которое выйдет примерно в обеденное время. В районе 2-3 часов дня по Москве. И если вы видео не посмотрите, вы не узнаете, что вы выиграли. К сожалению, вот так. Поэтому обязательно смотрите это видео с результатами. Вот и все условия. Ничего страшного в них нет. Итак, а мы начинаем наш расклад. Вот эти вот колоды я пока отставляю в сторону. И выкладывать я буду 4 позиции на колоде золотой мечты Ленорман. Раз уж мы ее разыгрываем. Смотрите, какой у нее красивейший золоченый край. Замечательная колода. Мне она очень нравится. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу. Все свои условия консультации, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, кроме конкурса. Кроме конкурса, конечно. Поэтому, если вы его нашли на просторах интернета, и даже если оно записано много лет назад, оно актуально для вас прямо сейчас. Какие вести несет тебе ветер? То есть, конкурс тут не самое важное, здесь самое важное наш расклад, естественно. Первая, вторая, третья, четвертая выбирайте. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу выбирать, а потом переходите на свой тайм-код. Итак, мы начинаем с нашей самой первой позиции. Какие вести несет вам ветер? И смотрим. Солнце. Вам ветер несет очень счастливые новости о чем-то, ну вот, может быть, что вы давно желали услышать. Карта замечательная. Она одна из самых счастливых в колоде Ленорман. И солнце, мы уже знаем всегда, да, что это самое радостное, самое веселое, самое такое приятное, да, его лучи греют нашу душу. И поэтому, конечно, оно исполняет все желания. И, может быть, что-то вы давно очень хотели узнать, услышать, вот эти вести вам и несет ветер. Но также это просто счастливые новости, радостные события, да, вот вы что-то узнаете, чему, ну, безумно обрадуетесь. Это большое счастье, да, вот будет для вас услышать эти новости. Давайте еще посмотрим. Разворачиваем нашу тему. Ну, мы здесь видим дерево, поэтому новости могут касаться ваших родственников, близких людей и также вашего здоровья. Вот. Дерево очень прочная такая карта. Она всегда говорит о том, что человек закреплен в этой жизни, заземлен, и он крепко держится за свое положение, за свое положение на этой планете даже, да. Его корни глубоко уходят в землю, то есть в этом суть, что вы можете узнать что-то вот замечательное такое про, там, не знаю, про то, что ваша связь с этим миром упрощается. Все мы боимся, да, каждый день боимся чего-то. И когда мы убеждаемся в том, что нам бояться нечего, это самое главное, я считаю. Вот как будто страхи какие-то и нестабильность отходят на второй план. И вдруг вы узнаете счастье, радость, да, у вас прям из души прет, потому что вы, наконец-то, можете оставить свои страхи, сомнения и переживания по какому-то поводу и, наконец-то, расслабиться. Сказать себе, что вот я могу, да, я могу быть счастливым человеком. Давайте еще посмотрим. Ну, здесь женщина выпала, значит, новости могут касаться женщины. Вести несет вам ветер по поводу женщины. И, опять же, да, мы видим здесь, что все новости счастливые. Вообще, женщина, она может для вас быть подругой, родственницей, мамой, сестрой. Но, может быть, вы недавно переживали за кого-то из женщин, там, ну, например, близких вам. И теперь большое счастье, что, наконец-то, этот период плохой закончился и все улучшается. Также это просто какая-то женщина, которая давно не сообщала о себе, может сообщить о себе. Вот, карты такие замечательные. Они говорят о том, что ваше общение будет очень светлым и радостным, приятным для вас. Давайте теперь посмотрим наше языческое таро, черной и белой магии. Тут жезлов выпадает. Какие вести несет вам ветер? Вести о ваших возможностях, какие-то предложения идут. Вы знаете, тут жезлов, это когда уже исполняется. То есть, когда было намерение, и оно воплощается в жизнь. Поэтому вести идут о том, что что-то произошло, да, что-то идет в процессе. Вот вы знаете, допустим, кто-то долгое время намеревался, там, не знаю, сделать вам предложение руки и сердца. Намеревался, там, да, вы намеревались, там, или кто-то купить квартиру, там, да, или взять вас на работу. А теперь это намерение, оно производится в действии. То есть, вы узнаете об этом. Опять же, счастливая новость, да. Так, мы здесь видим карту влюбленные, которая показывает выбор пути. То есть, у вас идет весть о человеке, который вам по сердцу и который хочет выбрать путь по долгу или по сердцу. Вот ему предстоит этот выбор. И он сделает правильный выбор, выбор по сердцу. В этом суть здесь этой новости. То есть, кто-то идет по пути своей души, так, как он действительно желал всегда. Вас это обрадует. И мы здесь видим карту десятка жезлов. Десятка жезлов показывает, что идет новость или весть о том, что накапливается очень много дел, которые нужно разрешать. И эти дела не требуют, не могут требовать отлагательства, да. А наоборот, они должны быть сделаны прямо сегодня, прямо сейчас или еще вчера даже, да. Поэтому вам придется поразгребать в скором будущем какие-то дела. Вы об этом узнаете внезапно. Давайте еще посмотрим руны. Что вам скажут руны, карты руны? Какие вести несет вам ветер? Мы здесь видим солнце. То есть, два раза солнце уже о чем-то говорит. Большое счастье вас ждет. Может, прибавление в семействе. Может быть, не знаю, там, финансовый прорыв, оздоровление. Все, что угодно может быть. Солнце – это прекрасная карта. Хорошие идут новости. Счастье, радость, опять же, да, исполнение желаний. Второй раз выпало два солнца на один расклад. Это очень круто. То есть, скоро у вас будет счастливый период в жизни. Скоро будет прояснение каких-то ситуаций в жизни. Те разговоры, которые давно не удавались, да. Те новости, которые вы давно хотели именно получить от человека, может быть, какого-то. Смотрим единорогов. Изменения. Происходящие изменения позитивны. То есть, вы узнаете, что любые перемены, которые в вашей жизни происходят, они позитивны. Братья и сестры. Новости идут о братьях и сестрах у вас. Чтобы ладить с людьми, старайтесь разглядеть в них любовь и все самое хорошее, говорят единороги. Но вы будете что-то узнавать про ваших братьев и сестер. И еще выпала карта. Освободитесь от стресса. Не принимайте к сердцу чужой стресс. Немедленно выдохните его из себя. Да, если вы узнаете, допустим, что у кого-то какие-то проблемы, трудности, постарайтесь на себя это не брать. Это действительно очень хороший прием. Выдохнуть из себя чужие проблемы. Даже если вам про них рассказывают. Не принимайте их сильно близко к сердцу. Ну, вот такая вот позиция номер один. Наши галлюциногенные грибы. Позиция номер два. Кому понравились эти два пальца? Давайте смотреть, какие вести несет вам ветер. Мост. Это наведение мостов в первую очередь с какими-то людьми. То есть идет примирение, улучшение отношений. Или когда прокидывается мост. То есть что это значит? Это раньше пути туда не было, а вы теперь нашли этот путь. То есть вот в этом суть этой карты. Что мост, он соединяет два края. Два каких-то края, которые раньше были разъединены. Теперь можно пройти. Теперь можно проехать. Раньше нельзя было ни пройти, ни проехать. Было закрыто. Теперь была пропасть, да? Теперь эта пропасть соединена. Вот в этом суть этой карты. Обязательно примите к сведению все намеки этой карты. Смотрим дальше. Лиса. Какие вести несет вам ветер? Что кто-то хитрый и коварный плетет интриги против вас. Что возможно есть люди, которые воруют вашу информацию. Воруют ваш бренд. Ваши привычки. Ваши темы. Ваши фишки. И будьте осторожны с такой лисой. Лиса иногда может быть совсем рядом с вами. То есть кто-то может рядом с вами быть хитрой лисой, предателем и так далее. Но также лиса может означать хитрые ходы в бизнесе. Помните об этом. Совы. Кто-то судачит, болтает. Вы об этом узнаете. Кто-то с вами много будет болтать. Много новостей рассказывать. Много ветер несет новостей. Много сплетен. Сплетни-сплетни идут. Разговоры с друзьями, подружками, недавно объявившимися людьми. Вы как будто бы будете принимать ну прям огромный объем такой информации. И эта информация вами будет обрабатываться. Что-то вы будете выбрасывать, откидывать, а что-то оставлять. Но факт в том, что будет много разных новостей, информации от каких-то людей, которые много любят говорить. У вас скоро много общения будет. Что скажут Таро? Рыцарь мечей. Рыцарь мечей это маг воздуха. В каждой колоде Таро все значения разные. Особенно Барбара Мур, конечно. Вы знаете, так получается, что... Ой, извиняюсь, это Таро книга теней Барбара Мур. А Таро черной и белой магии это Джина Эмпейс. Смотрите. Так получается, что рыцарь мечей в этой колоде, он не такой уж бурный, как в других. То есть вы узнаете, скорее всего, о чем-то развитии. О том, что рядом с вами появляется общение с каким-то мудрым человеком, который во многих вещах разбирается. Возможно, будет обращение к специалисту. Но при этом идет ситуация, вы знаете, когда человек может быть чуть-чуть островат на язык, чуть-чуть менее эмоционален. С ним бывает сложновато договариваться, общаться. Но вам как будто приходится обращаться к специалисту, чтобы узнать у него что-то, чтобы консультацию какую-то получить, чтобы посоветоваться. Возможно, специалист мужского пола. Но не факт. Давайте посмотрим еще здесь, какие вести вам ветер несет. Ну, это как общение с специалистом-мужчиной. Карта мага выпадает. Маг говорит о том, что вы можете все. Абсолютно все. Так получается, что маг, это бывает очень активный человек рядом с вами, который с вами разговаривает. Он вам несет эти вести, да, или вести об этом человеке, об активном, с лидерскими качествами. Но бывает, маг это вы. То есть, какие вести несет вам ветер? Что вы все можете. Что вы, наконец, можете владеть всеми четырьмя элементами, стихиями. Что вы умеете контролировать эти энергии. И выстраивать свое тело Творца, тело Света, или как это сказать, да, когда человек может свою реальность, своей мыслью воплощать в жизнь. То есть, вот он подумал и выстроил уже цепочку событий так, чтобы прийти к тому, чего он хочет. Главное, магу не думать о том, чего он не хочет. Иначе он именно это и воплотит в жизнь. Помните об этом. Давайте посмотрим дальше. Солнце. Замечательная карта. Какие вести несет вам ветер? Что вы можете съездить на море, отдохнуть, порадоваться, да. Но также солнце это исполнение желаний. Большое счастье. То есть, она всегда, эта карта говорит о том, что что-то проясняется, улучшается в жизни. Исполняется желание, мечты. Есть новые возможности, интересные, креативные, классные, да. Есть популярность, известность по этой карте. Но также карта может говорить о том, что рядом есть очень светлый, интересный человек. Да, он острый на язык, но он очень многое может. И может в вашей жизни делать так, чтобы наступали очень радостные времена, периоды. То есть, вот об этом несет вести вам ветер. Давайте посмотрим руну для вас. Ага, руна защита. Эон. Руна говорит о том, что вам высшие силы предоставляют защиту. Вы об этом как-то узнаете. Ну, ветер вам шепнет в ушко, да, что у вас есть защита от высших сил, что вы защищены, что вы в безопасности, что у вас есть ангел-хранитель, что вас берегут, что вы еще нужны на этой планете. То есть, в этом здесь это суть, да, вот с этой карты, что вас защищают высшие силы. Давайте посмотрим таро единорогов. Вернее, не таро, а магическая помощь единорогов. Быть другим это нормально. Вам не нужно быть как все вы и без того совершенны, говорит карта. Какие вести несет вам ветер? Что кто-то вас считает иным другим, что кто-то вас считает особенным, не таким, как все. И ничего исправлять не нужно. Даже если вам не понравятся эти слова, даже если вы их исковеркаете, как говорят, да, то вам нужно понять, что на самом деле это ваши плюсы, а не минусы. И вы можете превратно понимать других людей, хотя они имели в виду совсем, ну, иные вещи. Вернее, целительский дар. Какие вести несет вам ветер? У вас есть целительский дар. Вы наделены способностью помогать исцелять других. Пользуйтесь этой способностью. Несите в мир что-то светлое, хорошее, чистое, а не зло там или негатив какой-то, там, когда ты жалуешься на других или еще что-то такое. Несите только светлое. Практика. Вам нужно заниматься целительской практикой. Самый лучший способ достичь мастерства, практика, практика, еще раз практика. Какие вести несет вам ветер, да? То, что вы, да, отличаетесь от других людей. Да, это так. У вас есть целительский дар. Вам можно этот дар практиковать. То есть пытаться целительство практиковать. Это сложно. Это не каждый сможет на себе нести этот крест. Но вам дано что-то такое, и попробуйте это воплотить все-таки в жизнь. Ну, вот такая позиция номер два. Интересная позиция, необычная. Третья позиция. Какие вести несет вам ветер? Цветочек. Давайте посмотрим. Выпала карта фортуна, да? Кубики. Она показывает всегда, что идет весть о несказанном везении, выигрыше, удаче. О том, что кому-то повезло в чем-то, да? Или идут шальные деньги в жизнь. Что-то неожиданное произойдет. Неожиданное и очень положительное. Как будто очень крупно повезло. Ну, не знаю, искали, например, купить квартиру, нашли очень задешево, но хороший вариант, да? Также кубики, но могут показывать, что вам повезло с кем-то. Но вот встретите какого-то человека, который вам поможет так, как никто другой. Что еще? Какие вести несет вам ветер? Маска. Кто-то около вас притворяется, выдает себя за другого человека. Вам об этом расскажут, и вы это, наконец, поймете. Хотя раньше не думали, скорее всего, об этом или не догадывались, в чем именно человек притворяется. И тут вы узнаете на самом деле правду об этом человеке. Чью-то ложь раскроете, чью-то маску снимете с лица. Да, это полезно. Я не говорю, что все карты вам должны выпадать хорошие. Да, это же расклад, какие вести несет вам ветер. Он может хоть какие нести. Да, рядом с вами есть кто-то лживый. Крысы. Лживые крысы рядом с вами. Вы раскусите всех своих недоброжелателей. Те, кто притворялся хорошим, те, кто притворялся друзьями, подругами. Вы узнаете о людях правду. Вам расскажут. Так бывает, что те, кто еще ей что-то вредит, нехорошее делают, потом об этом сплетничают. Рассказывают, будто бы, своим подружкам и друзьям. А те тоже не являются для них, тоже для них крысы в маске. Вот. И они рассказывают о вам. И это все по кругу идет. Такой крысиный, змеиный клубок, да. Но зато это полезно для вашего опыта. Вы будете меньше доверять людям и больше в них разбираться. Давайте посмотрим теперь Таро. Какие вести несет вам ветер? Вести про мужчину, короля Пентаклий. Король Пентаклий это высший маг земли в этой колоде. И я так понимаю, что раз колоду создавала колдунья, да, то она здесь очень много магов и поместила. Это же Таро черные и белые маги. А это высший маг земли, король, мужчина. Хотя здесь мы видим все-таки больше кого-то похожего на женщину, да. То есть могут быть женские качества характера вот такого мужчины, умеющий заботиться, например, оберегать. Вот. И вести идут о мужчине. И мужчина является очень достойным человеком на самом деле. Или вы убедитесь в его достоинстве, убедитесь в его честности. Какие вести еще? Десятка кубков. С этим мужчиной у вас либо семейные отношения, либо будут семейные отношения. Также по десятке кубков бывают вести о рождении ребенка, свадьбе, объединении семьи, семейные новости о членах семьи. Ну и просто радостные новости, касающиеся всей семьи. То есть перспектива для всей семьи на будущее, да. Смотрим еще, что тут есть. Королева Пентаклий. Маг второй по степени, да. То есть это самый высший маг Земли, а это второй перед ним. Так получается. Тоже высший маг, можно сказать, почти высший маг Земли. Королева, женщина. Будет касаться мужчины и женщины новости. Много вести от людей, да. Здесь много людей играет роль в этом раскладе. И вы будете узнавать о людях. Вот как будто бы одни будут плохими, другие хорошими. И для вас это будет, конечно, играть в жизни роль. И поворачивать вашу жизнь в определенную сторону. Вы срываете маски с людей. Вы узнаете о надежности кого-то, да. Вот здесь о надежности. О том, что вам желают добра, например. Смотрите, следующее у нас руна. Какие вести несет вам ветер. Руна-лошадь. Это чисто мужская руна. Она показывает, что человек, мужчина какой-то заинтересован в вас. Если вы женщина, как в женщине. Может испытывать чувства. Делать что-то для вас полезное и помогать. Вы узнаете об этом. Если вы мужчина, какой-то хороший друг хочет вам помочь. Окажет поддержку, помощь. Вы об этом узнаете. Может даже материального плана помощь. Давайте посмотрим еще, какие вести несет вам ветер на магической помощи единорогов. Утро покажет. Когда проснетесь, вам станет ясно, что нужно делать. А пока расслабьтесь. Вот такие вести еще принес ветер вам. Интересно. Физическая активность. Займитесь бегом, ходьбой, плаванием. Или просто больше двигайтесь. Это сделает вас более энергичным и счастливым. Вы знаете, да, иногда ветер носит вести о нашем здоровье. Вам нужна физическая активность. Иначе у вас где-то что-то в организме застоится. И если вы будете применять физическую активность, вы будете преуспевать во всех сферах жизни. Что еще нам ветер скажет? Вода. Пейте больше воды. Ешьте насыщенных ею продуктов. Таких, как свежие фрукты и овощи. Вам диета нужна. Вам спорт нужен. Позаботьтесь о своем здоровье. О своей красоте здесь. А карты четко это указали. Что вам нужно это все для того, чтобы качественная была жизнь. Для того, чтобы продолжать жизнь правильно. Чтобы нервы успокоить. Ну, вот такая позиция номер 3. Смотрим позицию номер 4. Какие вести несет вам ветер? Письмо. Вам идет письмо, бумаги, документы, новости от близких людей. Внезапные письма на электронную почту. Сообщения в WhatsApp или там еще куда-то в социальной сети, где вы очень ждали от кого-то сообщения. То есть идет письмо. Вот в первую очередь, какие вести несет ветер? Он вам несет письмо. Это письмо вам очень нужно для жизни, для чего-то. Оно что-то решает в вашей жизни, это письмо. Тучи. Оно развеивает тучи, рассеивает тучи. И мелкие проблемы, какие-то целой гурьбой уходят из вашей жизни. А также смурное настроение уйдет по карте тучи. Солнце выглянет на вашем горизонте от этого письма. Луна. Луна говорит о том, что вам что-то в темноте будут рассказывать или под светом звезды луны. Задушевные ночные разговоры. Интимные разговоры. Раскрытие секретов, тайн. Разговоры вдвоем. Романтика. Или с подружкой о любви рассуждаете, разговариваете и раскрываете свои секреты. Любовного характера, любовные темы. Также под луной может обсуждаться эзотерическая тема. Что-то про колдовство, про магию, про руны, про таро, может быть. Вот так. Что-то ночью будете обсуждать. Много-много разговоров ночью. Интересных. Захватывающих. Подарит много эмоций. Что еще смотрим? Какие вести несет вам ветер? О королеве кубков. О женщине. Это почти высший маг воды. То есть выше только мужчина, король. И получается так, что о женщине будет какая-то новость. Эта женщина для вас является хорошей, близкой. Она вас выслушает. Она поймет, она расскажет о себе. Она послушает вас. Для мужчины любимая женщина. О ней идут новости. Рядом король жезлов падает. Мужчина. Высший маг огня. Вы знаете, вот карта показывает здесь, что идет ситуация, развитие событий вокруг женщины и мужчины. Они оба хорошие для вас. И о мужчине или от мужчины будут какие-то вести. Человек к вам проявит как инициативу какую-то. Инициативу. Вы будете с ним общаться. Выяснять какие-то моменты, может быть. По пятерке жезлов. Были какие-то конфликты с этим человеком. Вы будете этот конфликт уже обсуждать в более спокойной обстановке. Главное снова не зайти в этот конфликт, потому что человек огненный. Он вспыхивает быстро. Хотя король, он умеет более... Он такой маг, высший маг огня, да, что он может контролировать свои эмоции. Более, чем если бы это был рыцарь, например, или паш. Давайте посмотрим руну для вас. Какие вести несет вам ветер. Руна воин. Она говорит, что вести опять же о мужчине. Мужчина, возможно, так получается в жизни, что пожертвовал собой ради какой-то высокой цели. Здесь мы видим легенду скандинавского бога, который отдал свою руку волку Фенриру, чтобы волка все-таки сковать цепями, да. Это было, с одной стороны, предательство, потому что они с волком дружили. А с другой стороны, это было нужно ради спасения мира, чтобы волк не проглотил луну и солнце. Вот видите. И так получается, что, конечно, тут идет весть о том, что мужчина жертвует собой ради какой-то высокой цели. Вот вы об этом узнаете. Давайте еще посмотрим. Вы одаренная личность. Вы очень умные и талантливые. Ну, конечно, это замечательная новость нам ветер принес. И вам эти таланты можно развивать. Любознательность. Вам нужно проявлять любознательность. Начните проект, связанный с тем, что вызывает интерес. И у вас будет такая возможность в скором времени реализовать себя. И счастливые мысли. Чтобы почувствовать себя счастливым прямо сейчас, вспомните или подумайте о том, что заставит вас улыбнуться. Какие-то новости заставят вас улыбнуться. И будут новости о том, что вы можете реализовать свои таланты и хобби. И сделать так, чтобы они на вас работали или зарабатывали. Ну, вот такие у нас были четыре позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. И подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч.